Всем привет, всем доброго времени суток, всем привет, кто с нами уже на инстаграме, всем здрасте, кто с нами на фейсбуке, кто смотрит это в записи в ютубе, если вы с нами на колхозном зуме, то тоже вам привет. Если вы в полном шоке и недоумении, где бы вы ни были, то я вам, куда вы попали и что вы здесь делаете, я вам напомню, что вы попали на ежедневный урок по книге Китсур, Шухан Ару. И да, уже вот как-то два дня ежедневно, просто такое редко у нас бывает, Бору Хашем, есть на это возможность, если вы сможете учить Тору. И мы с вами продолжаем 84 главу, напомню, что мы находимся в самом разгаре законов Шаббата, а внутри законов Шаббата мы совершенно разгорели, их очень много будет, их будет просто бесконечное количество. Мы еще, наверное, лет пять с Божьей помощью до прихода Машеха будем с вами заниматься законами Шаббата, но мы находимся посередине законов, что, куда и как можно или нельзя переносить. Мы обсудили теорию о том, какие есть виды пространства, куда можно, куда нельзя, не буду повторяться, все это можно посмотреть на моем канале Ютуба. Мы обсудили, как устанавливать пространство, в котором можно переносить то, что называется решуд айахирид, личное пространство. И сейчас в 84 главе мы обсуждаем, какие конкретно предметы, каким образом, то есть определенные тонкости переноски, в чем можно, в чем нельзя и так далее. И что мы сказали с вами на прошлом уроке, для того, чтобы просто понять, о каких ситуациях идет речь, на прошлом уроке мы говорили о покрытии головы, чтобы не капал дождик, где просто специально на голову одеваться нельзя, а если это капюшон, то можно. До этого мы говорили с вами о ключике, который мы уже носили, придумали новое украшение в виде серьга в нос, в виде ключа и так далее, что касается до этого украшения часов. Но мы сегодня продолжаем. Если кто-то следит по тексту, то мы сейчас на 84 главе, пятый параграф, вперед с песней, поехали. Слабый человек, то есть неважно, почему человек ослаб, по болезни таким он родился, хромает, то есть в данном случае хигер это имеется в виду хромающий человек, но или человек, который ослаблен из-за своей болезни, или это пожилой человек, которому уже он ослаб, и человек, который не может идти без палочки, можно идти с палочкой в руке в шаббат. Имеется в виду, что вы опираетесь на палочку, как на трость. То есть все то время, что вам нужно это по медицинским причинам, очевидно, этим можно пользоваться. В шаббат с этой палочкой можно ходить в шаббат в руке. Понятно, что вы не все время опираетесь, в какой-то момент вы переставляете, можно даже пройти там несколько шагов с палочкой в руках. Все то время, что это, не дай бог, нужно по медицинским причинам, нету никакой проблемы с такой палочкой. Я хочу только подчеркнуть, что палочка должна быть именно как палочка. Потому что я вижу периодически люди приходят в шаббат с палочкой, да, есть и пожилые люди, и тем, которым тяжело просто так ходить, которые ходят с палочкой. Там не должно быть фонариков, батареек и так далее. То есть, должна быть просто трость, на которую опираются. Но если это человек, который может ходить без палочки по дому, то есть, небольшое расстояние, не имеется в виду, что там человек, которому нужно дойти до синагоги полмилей, и понятно, что человек по ним не может пройти, но если имеется в виду, что небольшое расстояние внутри дома, да, то есть, там, 10-15-20 шагов человек может пройти без палочки, то такой, так, по-по-по-по, а просто берет с собой, когда выходит на улицу, чтобы на нее опираться ради удобства, то тогда нельзя. Имеется в виду, что если человек там, мы не будем, никто не проверяет, сколько шагов может человек пройти без палочки. Идет речь о совершенно другом. Идет речь о том, что если человек может спокойно ходить без палочки, но при этом ему удобнее опираться на палочку, так вот ходить, просто потому что он так ходит, то тогда нельзя. То есть, где-то, как обычно, это волоке, используйте свой здравый смысл. Где-то должна быть проведена граница, где вам необходима, не дай бог, палочка для того, чтобы с ней ходить, а где, это просто помогательные инструменты, даже прикладывая усилия, вы можете пройтись без палочки. То есть, опять же, как всегда, это волоке, самое важное, это здравый смысл. Вы сами проводите эту границу, где вы можете ходить без палочки, где вы не можете. Но тут есть еще интересный момент, что слепому человеку, который не может ходить, знаете, ходить с такой палочкой, которая звук издает, то такому человеку нельзя выходить на улицу с палочкой. Но тут, конечно, опять же, идет речь о том, что человек, который знает дорогу, куда ему выйти, может пройти даже с закрытыми глазами один блок. Если человеку, а сегодня это вообще не вопрос, современные поиски говорят, что это вообще не вопрос, почему? Потому что человеку нужно переходить через дорогу, у человека там есть всякие опасности и так далее, которые подстерегают за углом на улице, конечно, слепому человеку можно выходить с такой палочки, это не рассматривается как шмия, шмия, коль и так далее, это необходимо. Но лучше, на самом деле, если есть возможность это избежать, то избегают и просто другой человек поможет дойти и пройти. Опять же, все это мы обсуждаем в той ситуации, что нету эруба, что нельзя переносить. Если есть эруб, если есть эруб, и даже если теперь ты можешь пройти две с палочки и три блока, но удобнее тебе с палочкой, все равно идешь с палочкой точно так же, как и слепой человек. А тот человек, которому не нужна палочка, а просто так хочет выйти с тростью, инкрустированной в шаббат, там даже где есть эруб, нельзя с ней выходить в шаббат. Просто палка — это мульция. Ее нельзя использовать. Считается, что ты ходишь с посохом, как гендальт. Это с посохом гендальтом, я надеюсь, вы понимаете, что нельзя в шаббат ходить, потому что нельзя делать всякие там magic stick, как он называется, волшебная палочка Ари Поттера. Нельзя. Этим шаббат нельзя пользоваться. Потому что это мукция, в шаббат такие вещи делать нельзя. Надеюсь, вы это понимаете. Но здесь идет речь о том, что человек ходит с тростью ради статуса. Показания статуса, опять же, мы говорим сейчас о второй половине XIX века, Австро-Венгерская имберия, город Ужгород. Трость — это было признаком статуса. Сами пойдите в этнографический музей и посмотрите. Поэтому, если эта палочка нужна, трость только для статуса, покажете, что это ваш статус, что вы какой-нибудь там Мерлин или что-нибудь еще, то тогда, даже если руф носить, ходить с шаббат такой палочкой нельзя. Ну, я думаю, что по поводу волшебных палочек ни у кого не возникает вопрос. Это для всех очевидно. Продолжим дальше. Шестой параграф. Человек, который заключен в цепи, можно в них выходить на улицу в шаббат, там, где нету ируба, и просто их можно носить, потому что эти цепи считаются для вас как часть одежды. Не можете вы их снять, снять оковы со своих рук. Но, если так случилось, вы ходите в цепях, то никуда не поделаешься. Естественно, тоже, если вы живете в современном мире, никто в цепях по улице не ходит, но, как вы знаете, люди, которые там выходят на свободу, им такой одевают браслет. Браслет, который же электрический, поиск, говорят, что если человеку нужно идти в синагогу, это соблюдает шаббат, такой человек может ходить в этом браслете, точно даже как в электронных часах. Это считается частью одежды. Окей, ну, уйдем от грустного. Следующий параграф, седьмой параграф, в восемь четвертой главе, для тех, кто следит по тексту. Переведу дословно. В хадулях в шаббат нельзя ходить. Афганцы на всякий случай нам объясняют, что такое хадули. Это длинные деревяшки, в которых есть специальная подставка для ног, и в них ходят, когда ходят по грязи. То есть не просто хадули, если вы клоун, а имеется в виду хадули, которые используют действительно, если там прийти через болото, грязь и так далее, не везде был проложен асфальт, чтобы дойти до синагоги, но или в гости на шаббат, сегодня тоже не везде есть, но у нас в Бород Шиндах, по-любому в хадуле, пожалуйста, не приходите в синагогу в хадулях на шаббат. Будний день можете приходить, но в шаббат хадули, пожалуйста, оставляйте дома. Окей, я думаю, что вы все справитесь. Следующий параграф, более практичный параграф, восьмой параграф. Хотя к этой теме мы уже, когда мы ее немножко касались, и мы к ней еще будем возвращаться более подробно. Восьмой параграф. Можно в шаббат выходить с перевязкой, да, это может быть пластырь, любое, это не перевязка, а любое, ой, блин, выглядело так бошит, ну, слово на русском. Короче, любое, чем прикрывает рану, в первую очередь для того, чтобы ее не, она не загрязнилась, не было никакой заразы, вылечилась, если там даже есть какие-то байсетрейсинг, кладет, тем более можно, почему кифли, лифиши и мерпат, потому что мы считаем, мы говорили с вами на эту тему раньше, что эта перевязка, которая на ране, она необходима для излечения. И это неважно, положили там вы байсетрейсинг, или какой-то, или другой гликаст, или зеленкой, или ее нам помазали, или просто прикрыли, чтобы не было, не поповодала туда никакая бактерия, в такой, если это на ране, можно выходить в этом шаббат. В Айки Такши считается, говорит, это как украшение, шрамы украшают мужчин, хотел более прошлую вещь протестировать, но не будут, не будут, да, это считается как украшение, потому что, да, вот, это не потому что это необходимо, а потому что это показывает, что вы зареводите в своем здоровье. Это только что придумал, почему это относится к Такшиту, не знаю, не суть ваша. И это повязку, в данном случае не повязку, имеется в виду то, что прикладывается к ране, если это не пластырь, который сам приклеивается, а просто что-то приложили, чтобы прикрыть рану, то можно завязывать какой-то тряпочкой или платочком, которая не важна, не что-то красивое, типа как завязали там шелковым платком у термес, нет, а чем-то, что не является чем-то важным, а сразу понятно, что-то необходимо для перевязки, то бишь бинтон. Ну, если нет бинта, то хотя бы какой-то тряпочкой, мало ли в какой ситуации вы окажетесь. Но, то есть, все то время, что это не завязывается специально на этом месте, чтобы показать красотулечку, какая у вас там красиво заперевязана ранка, а это просто какой-то бинт, в первую очередь, или просто тряпка, нет проблем. Но если это какой-то платок, косынка, шарф и так далее, который сам по себе вы бы так просто бы тоже одели, не только для того, чтобы переписать, перевязать рану, нельзя это завязывать на рану, потому что это нельзя навязывать на рану, потому что тогда понятно, что это отдельно взятый гармит, отдельно взятая одежда, и не относится к рану как таковой, а так это не носят, и считается, что это просто переноска этой вещи. Давайте распутываем весь законодательный клубок. Казалось бы, в чем проблема, занять платок, если бы вы его завязали себе на голову, или как шарф, нет никакой проблемы. Но из-за того, что этот платок, он, да, используется как аксессуар, то есть определенный способ, как этот платок используется как аксессуар, завязывать им ранку отдельно, потому что там нет у вас пластырь плохо держится, или что-то такое, нельзя, потому что это сама по себе отдельная вещь, не для раны, не для медицинских средств, и таким образом вы обычно не носите это, разве что если вам шею перерезали, вам завязали там шарфинг, и поэтому это считается, что вы его переносите, потому что именно этот шарф или платок считается отдельной одеждой. Но если это что-то незначительное, то тогда нет никакой проблемы. Короче, пользуйтесь пластырем, бинтами и так далее, не нужно ничего придумывать, мы не на поле боя, где там нужно оторвать от себя что-то, в шаббат, и перевязать. Когда будет на поле боя, не дай бог, тогда поговорим. Окей, продолжим дальше, давайте еще один парага. Можно выходить в шаббат с какой-нибудь ваткой или затычкой, которая вставляет в ухо, для того, чтобы, не дай бог, если у вас эта сера, которая в ушах, она жидкая и вытекает, дай бог, чтобы все были здоровы, можно в шаббат вставлять эти штуки в уши и в них выходить. Именно когда это каким-то образом привязано или закреплено таким образом в ушах, что для того, что вы просто пройдетесь по улице, опять же, мы говорим только о той ситуации, где нету ирува, хотя, в принципе, это более распространенная ситуация, чтобы оно не выпало, потому что если выпало, может захочешь поднять, если ты несешь то, что может отвалиться от вас, так сказать, то это уже само по себе будет являться переноской, поэтому, если не дай бог, это нужно, нужно плотно вставлять в ухо. И точно так же ватку или что-то другое, или солому, тут приводится конкретно солому, например, можно входить в этом, если это вкладывается в обувь, все это время, что оно не может выпасть. Например, новая обувь, не разношена, наклеивают пластырь, можно наклеить на ногу, можно наклеить на ногу, хотя в данном случае лучше наклеить, если у вас нет еще там водянки или что-то там, мозоли, которая натерла обувь, то лучше это наклеивать на обувь, чем наклеивать на кожу. Если там есть какая-то ранка, то, конечно же, можно наклеивать на ногу, на ногу тоже. Главное, чтобы это было прикреплено или внутри обуви, или как-то у вас нога, неважно, закреплено таким образом, чтобы оно не упало, не отклеилось, не выпало в шаббат, тогда это не будет считаться переноской. Окей. Я думаю, что мы здесь остановимся, там уже дальше более длинный параграф, мы сегодня не успеем выучить. Всем спасибо, кто с нами был на инстаграме, махал, шмахал и так далее. Всем шаббат, шалом, пока-пока. Всем спасибо, кто был с нами на фейсбуке. Пишите свои комментарии к этому видео, всегда буду рад ответить. Всем спасибо.